Дисклеймер. Все сказанное на YouTube-канале Гиперборей является личным мнением автора и ведущего Вадима Борейко, а также личным мнением приглашенных спикеров. Общий привет! До старт! С вами я, Вадим Борейко и канал Гиперборей. В эфире рейтинг главных событий недели, и мы его проведем вместе с политологом Димашем Альжановым. Смотрите в выпуске. Нацфонд детям. Аттракцион неслыханной щедрости. 100 долларов в год. Свержение памятников Назарбаеву становится трендом и актом искусства. Наезд на азотик. Есть ли у президента Токаева личный мотив? Храпунов обвиняет, но кто ему поверит? Казахстанские школьники отстают на три года от сверстников из развитых стран. Сейчас начнем. А пока подписывайтесь на телеграм-канал Альжанов, на аккаунты Димаша в фейсбуке и инстаграме. Не забывайте подписаться на Гиперборей. У нас уже 356 тысяч подписчиков. Ставьте лайки, пишите комменты, делайте репосты. И я всегда благодарю вас за поддержку канала. Коп-коп, Рахмет. Огромное всем спасибо. В Исбергемиз мы делаем Гиперборей вместе. Проще всего послать донат через QR-код в углу вашего монитора, а также на номер телефона и номера банковских карт Халых и Каспий Голд. Зарубежные подписчики нас поддерживают по системе международных переводов PayPal. Все ссылки, номера и реквизиты вы найдете внизу в описании к этому ролику. А мы начинаем. Димаш, добрый день. Приветствую вас и всех зрителей. 31 января начала работу программа «Нацфонд детям». Соответствующий раздел на сайте ЕНПФ упал почти сразу после информации о первых поступлениях средств. Фальстарт – это наше все. Мне сразу вспомнилась программа автоконтедитования, которая проработала онлайн ровно 18 секунд. 1 февраля сервис все-таки запустили, хотя осадок, конечно, остался, но неприятные сюрпризы на этом не закончились. Маленьким казахстанцам поступило на счета по 100 долларов 52 цента, вместо обещанных ранее 150 или 170. Министр финансов Ерулан Жамоубаев, он же вице-премьер, вместо себя отправил в Сенат объясняться мальчика для битья своего заместителя Даурена Тимирбекова. Я думаю, в правительстве нужно устроить чемпионат по отмазкам, чья будет тупее. Послушайте, какую отмазку рассказал в кулуарах Сената этот самый вицик. В 2022 году, когда президент поручил разработать программу, количество детей составляло 6 миллионов 400 тысяч. Все расчеты тогда делали, исходя из этого количества. Однако после, то есть в 2023 году, прирост детского населения составил свыше 400 тысяч человек. Какая неожиданность? Кто бы мог подумать? Наверное, в Минфине ожидали, что в следующем году после их расчетов вообще никто не родится. А тут появилось 400 тысяч лишних ртов и спутали им все расчеты. На сегодня в Казахстане живет 6 миллионов 919 тысяч несовершеннолетних. И, значит, 50% инвестиционного дохода нацфонда пришлось делить на большее количество детей. А вот ключевая фраза министра. Никто не виноват. Давайте все вместе! Это не я. Тимирбеков попытался утешить, скорее, самого себя. Такими словами, перед правительством, нацбанком и в том числе Минфином, стоит задача по увеличению инвестиционного дохода. В следующие годы будет поступать сумма больше. Вместе с тем он заверил, что сумма дохода за 18 лет останется неизменной 3,5 тысячи долларов. Если исходить из этих первых 100 баксов, то эта сумма за 18 лет составит в два раза меньше. И, кстати, не стоит забывать, что инвестиционный доход может быть и отрицательным. А вот эта бодрячковая уверенность ВИЦЕКа связана, прежде всего, с тем, я думаю, что правительству вообще не принято как-то отвечать за свои слова. Но я все-таки заинтересовался, от кого именно пошла вот эта цифра 150-170 долларов на одного ребенка. И у меня в результате поиска в гугле все сошлось на депутате Мажелиса от партии Аманат Береке Бессингалиеве. Он член комитета по финансам и бюджету. 12 мая прошлого года в кулуарах заседания Межведомственной комиссии по законопроектной деятельности в Минюсте он сказал, дети, которым в следующем году будет 18 лет, то есть в этом, их 260 тысяч человек. Если на всех считать, они получат около 40 миллионов долларов по всему Казахстану. На одного ребенка среднее значение сегодня 160-170 долларов, исходя из той доходности, которая сегодня есть 2,6%. Человек вроде не с улицы, представляет партию власти. Цифры взял не с потолка, наверняка ему их сообщили в Минфине, но сегодня его не видно и не слышно. Димаш, вот в этой инициативе нацфонд детям изначально было больше пиара, чем сущностного, потому что вот этих самых денег, общей суммы дохода, 3,5 тысячи за 18 лет, ну в лучшем случае хватит в сегодняшних ценах, причем на один курс обучения в приличном ВУЗе или на 2-3 метра жилой площади. Вот что должен подумать обычный гражданин, который прочтет жалкий лепет оправдания вице-министра финанса и вряд ли будет разбираться в его путанных объяснениях, объективных причин снижения детских отчислений на 50 долларов по сравнению с обещанным. Он подумает следующее. Даже из этих грошей скрысили. Вот у меня такая житейская оценка этой ситуации, а я жду от вас политической. Да, ну знаете, изначально вся эта идея была достаточно, как сказать, позировалась, она не направлена на поддержку общества, она направлена на поддержку имиджа Докая. Ее приняли после того, как протесты были подавлены, вот вся эта история с коррупцией, с социальной справедливостью, для того, чтобы стабилизировать режим. И сумма была выбрана достаточно мизерной. Если мы учитываем, что экономика Казахстана достаточно нестабильная, доходы государства тоже базируются на продаже различных ресурсов, и в этом отношении тоже нестабильны, то подобные отчисления, тем более в их таком мизерной форме, они не несут какой-либо серьезной пользы. Вы сказали о том, что это хватит на один курс обучения в университете. Нет, даже на это не хватит. Поэтому это деньги просто бросаются на то, чтобы улучшить имидж президента Докаяева в данном временном промежутке. Проблемы с вычетом, с тем, что суммы не сходятся с первоначальными заявлениями, здесь, конечно, нужно скульптурозный анализ и просчеты, и посмотреть, да, действительно, где сходятся, где не сходятся, и какие посерьезные просчеты были допущены. И я полагаю, что с учетом того, что вообще в этой стране плохо с цифрами, как и в вопросе возвращения награбленного со стороны семьи и других людей, так и в вопросе вообще в целости прозрачности бюджета, то это не удивляет. Второй момент. Я здесь согласен с теми экономистами, которые говорят о том, что это исключительно пиар, и необходимо было озаботиться серьезной экономической политикой, новой программой для того, чтобы стабилизировать экономику. И потом, когда вы уже выходите действительно на определенный уровень дохода государства, вы знаете то, что ваша налоговая база высокая, то, что реальные доходы населения повысились, и при этом у вас нет такой встречайшей инфляции, которая сжигает все доходы, то вы можете перейти на какую-то форму поддержки населения, особенно предоставящего, да, и создать эти фонды. То есть, по примеру того, как это делалось в Норвегии или в других благополучных странах, где есть сильная экономика, с одной стороны, и доходы от нефти, с другой стороны. В случае с Казахстаном ни того, ни другого нет. Эти 3,5 долларов, в лучшем случае, да, если мы берем промежуток полных 18 лет, к концу 18 лет вообще неизвестно, какая будет экономика, и что из себя будут эти 3,5 тысяч долларов представлять, да. Но вот то, что сейчас они взяли условную меру весов, да, с 90-х годов, 100 баксов, 100 баксов как бы определяют, это как мешок зерна в древности, да, можно какое-то удовольствие себе купить, какой-то сервис, да, ну и, в общем, на неделю не пропадешь. Так вот, это все выглядит достаточно плачевно, несерьезно. И решение исключительно, то есть его несерьезность, она характеризуется тем, что его принимали для того, чтобы исключительно вот раздать эти мелкие копейки, мелкое зрелище людям, точнее, хлеб людям, чтобы они немножко успокоились в январе 22-го года. С другой стороны, это очень обнажает другую дикую проблему. 100 долларов нищему населению кажется нечто, может быть, чем-то, что им поможет, да, и вот этот весь ажиотаж, который разыгрывается на этом фоне, он на самом деле демонстрирует, насколько все плохо, насколько бедное нищие население, и вот эти мизерные крохи для него являются неким подспорьем в их поседневной жизни. Вот информация пришла, которая там с сонов, что люди пытаются сейчас эти деньги снять, не понимая, что они рассчитаны на период, пока не исполнится 18 лет их детям, он как раз таки характеризует низкий уровень доходов в плачевную экономику и в некоторой степени бесперспективную жизнь этого общества. Поэтому команде Токаева надо было серьезно подкрепить, даже если они идут на популизм, сейчас, если я не занимаю критическую позицию по отношению к режиму, им надо было продумать другую сторону, что они действительно вкладывают в экономику, что они принимают серьезные решения, идут на реформы, и этот популизм, он как бы уравновешивает действительно серьезными шагами. Но вот этих серьезных шагов нету, коррупция остается высокая, режим функционирует в том же формате, как и при Назарбаде, где максимально используется рента от нефти, контролируется доступ к экономическим возможностям, и по сути просто, как на бедной свадьбе, вот эти дешевые конфеты шашлы делают, это то же самое напоминает. Поэтому к этому отношение должно быть критическое, естественно, даже сейчас вы говорите о 40 миллионах, то есть это просто прожигание денег, ни о чем. Это не повысит, это не поможет людям, это не изменит их уровень дохода, никак. К следующей теме. Избавление от памятников Назарбаеву уже начинает напоминать тренд. Третий пошел 1 февраля. В этот день статую бывшего президента убрали из атриума национального музея в связи с изменением кассепсии холла, такова официальная версия. Просидел он там 5,5 лет, с июля, ему в июле всегда ставили памятники, а 18-го года эта композиция, она явилась таким сплавом мании величия и плагиата, поскольку беззастенчиво копировала один в один изваяние американского президента Авраама Линкольна из одноименного мемориала в городе Вашингтон. В 11-м году я там был и пофотал эту композицию с разных ракурсов. Напомню, что второй памятник Назарбаеву у Национального университета Министерства обороны сверзили 12 января этого года, а по чьим доброму делу положили в январе 22-го года солдокурганцы, правда, многие из них поплатили за это задержаниями и пытками. Впереди у Тукаева я вижу широкий фронт работ, напрашивается на демонтаж, например, субъект без галстука, увековеченный в Туркестане два с половиной года назад, в июле же, еще один памятник в Астане, который Касым Жумар Кемелевич лично открыл в 21-м году, будучи действующим президентом, и знакомый нам персонаж с крылышками засиделся в Алматинском парке бывшего президента аж с 11-го года, и мало ли их еще по стране. Чем больше сдадим, тем лучше. Ну вот, меня гораздо большее удаление из музея впечатлила инсталляция художника нашего классика современного искусства Ербасына Бердебекова, которая открылась 1-го февраля в Алматинском доме офицеров, и она зафиксировала, как бы, пять стадий свержения папинника Назарбаеву. Димаш, мы с вами 14-го января обсуждали снос второго папинника, и заодно манеру Токаева по кусочкам отвязать хвост культу личности своего предшественника. А ведь с прошлого сноса прошло всего две недели с хвостиком. Почему это Токаев так вдруг ускорился? Ну, я бы не сказал, что он ускорился. Скорее всего, это больше информационная манипуляция. Смотрите, здесь надо немножко поставить различия. Сейчас вы видите весь этот шквал постов, да, о том, что эпоха уходит и так далее. Все, что работает на имидж Токаева. Но в реальности эпоха не ушла. Я думаю, работа Ербасуна Мельдебекова хорошо это показывает в стадии. Кто-то упал, но еще не до конца упал памятник его последней версии. И здесь важно понимать, что есть вот эти внешние атрибуты символичные, на которых символически, на которых можно играть и манипулировать общественным мнением. есть реальное политическое содержание. Вот реальное политическое содержание, оно промает. То есть серьезного расследования действия Насултана Назарабаева нет. Нет серьезной ревизии относительно его активов внутри Казахстана и вне Казахстана. Если есть какая-то игра в информационном пространстве с попыткой давления и принуждения к определенным условиям со стороны Тукаева этого исключать нельзя. И вот эти признаки они могут об этом свидетельствовать. Это еще не значит, что эпоха ушла. Политическая система, главный памятник Султана Назарабаева, как он себя называл, архитектором независимости Казахстана, вот эту, скажем так, уродливую независимость, которую он создал за 30 лет с Конституции 1995 года, а самое главное с полномочиями, с абсолютизмом, президентским абсолютизмом, вот этот памятник остался. Поэтому, когда здесь люди пытаются выказывать свой дурной тон и говорить о прошедшей эпохе, это не так. Есть символы, символы падают, да, но за падением символов не означает, что сразу меняется содержание. Поэтому, в этом отношении нам надо к обществу продолжать также быть критически настроены подобным действием и следить за реальными изменениями. эти реальные изменения, к сожалению, сейчас они не происходят. Передел собственности это не есть то, что принесет пользу обществу. От того, что сменятся теневые собственники большими предприятиями или вдоль войдут другие представители опосредованные, связанные с новым политическим руководством, это не означает, что экономика станет более открытой. Это не означает, что у людей среднего бизнеса, у людей предприимчивых появится больше возможностей. Мы видим также, что разные группы, а может Лутан Назарбаев много себе недоброжелательных нашел за свои 30 лет правления, начиная от, скажем, Булата, Билова, других людей, Жанна Кожигелина, и все, конечно, сейчас пытаются тюкать эту тему и всячески указывать на несвержение Назарбаева. Но не будем спешить. Когда реально произойдет полное раскрытие его деятельности, будут выявлены активы, и они более-менее честно или справедливо будут возвращены или перепроданы потом частным инвесторам, для того, чтобы экономика стала менее альгархической, вот тогда мы можем сказать, да, действительно, произошел качественный сдвиг, и политическая система уже не представляет то, что ее создавал Султан Назарбаева. А пока это только внешний атрибут. Давайте обсудим тему, которую мы уже затронули в прошлом выпуске, неделю назад, и она касалась поправок в закон о масс-медиа по аккредитации иностранных СМИ, что тем из них, кто не получит аккредитацию, будет просто запрещено работать в Казахстане. Мы тогда с вами расценили это как возможный наезд на редакцию Азаттек, а это представительство Радио Свобода Свободной Европы, которое финансируется из США, но люди там работают все наши казахстанские, причем работают по западным стандартам. На этой неделе выяснилось, что все-то уже давным-давно, ну и как, в начале прошлого месяца, вот сегодня месяц ровно, перешло в практическую плоскость. Оказалось, что еще 3 января редакция Радио Азаттек получила ответ казахстанского МИД о том, что принято решение об отказе или продлении в аккредитации 36 журналистам. 30 января Азаттек подал иск в административный суд Астаны о признании этого решения незаконным и его отмене. Димаш, а вы на этой неделе не общались с Азаттек с Азаттек с Азаттек и что они говорят? С Азаттек с Азаттек напрямую не общался, у них есть определенные правила, они не могут отдельно давать интервью, насколько я знаю, без согласования с редакцией, и я не стал дергать никого. Но я могу вам суммировать ту информацию из открытых источников и как бы объяснить суть дела и для зрителей. Ситуация такова, то что технически аккредитация продлевается у разных журналистов в разное время, то есть по мере того, когда они изначально первый раз подавали. И по действующему законодательству, если Министерство иностранных дел не дает четкого ответа, то журналисты могут продолжать свою деятельность, базируясь на предыдущие аккредитации. Министерство иностранных дел затягивало этот процесс, и в итоге сейчас скопилось 36 журналистов, а это не технический персонал, это непосредственно те, кто формирует контент на радиозатык. И выставило сейчас обвинение о том, что эти журналисты осуществляли свою деятельность без аккредитации в ответе министерства, и второй ответ она обвинила радиозатык в том, что она распространяет ложную информацию. Ложная информация заключалась в том, что радиозатык в своем сюжете или материале назвала Россию возглавляющей ОДКБ. Со стороны МИДа это трактуется как межправительственная организация с равным голосом членства, где председательство сменяется. И вот эту юридическую клаузу, они заточились. Так вот, и во всей этой ситуации что мы можем сказать? Когда мы говорим о том, что наезд на иностранные СМИ, особенно, как некоторые средства массовой информации подали эту информацию, это не совсем, это немножко уводит в сторону. Да, это про иностранные СМИ в Казахстане, но единственная редакция иностранного СМИ в Казахстане, иностранного медиа в Казахстане, которая имеет большой размах и против кого по сути эти новые поправки направлены, это радиоазотек. Я думаю, здесь администрация Тукаева нацелена на то, чтобы максимально сократить деятельность радиоазотек через ограничение деятельности ведущих журналистов, которые формируют этот контент. То есть, условно говоря, возможно, конечная цель не полностью закрыть, но создать из радиоазотек что-то вроде два корреспондента, как от BBC работают, или от какого-нибудь другого иностранного медиа в Казахстане, которые, по сути, не ведут никаких расследований, которые от своего имени не идут на пресс-конференции и не мучают парламентариев, не мучают министров, вот все то, что Азотек показывает. То есть, без аккредитации журналисты этого теперь делать не могут. Они не могут идти на все мероприятия, связанные с госоргеном. То есть, поэтому их задача, так полагаю, администрации, Тукаева и его администрации, это максимально сузить деятельность Азотек, чтобы они просто фактически перепечатывали официальные пресс-релизы и больше ничем не занимались в этой стране. Я бы только не стал обесценивать деятельность других иностранных журналистов, я многих из них знаю, и Джон Лилис, и... Я не обесцениваю. Реккельтон, просто их много, азотека много, вот у них большая редакция, да. Так, по поводу некоего материала был же штраф и МИД указывал на этот штраф по статье 456.2 КОАП размещения распространения ложной информации. Так, я как раз хотел спросить вас, имелся в виду вот этот материал про ДКБ, да? Да. Смотрите, 1 февраля по поводу Азотек выступил спикер Сената Маулен Ашимбаев. Послушаем 2 минуты 7 секунд. Закрытие медиа, имеющее альтернативные взгляды, а прикопаться можно к любому, является целью парламента и госполиции. речь и идет о закрытии видео, речь идет альтернативные точки зрения сегодня в нашей стране они присутствуют, создают все условия для выражения альтернативные точки зрения. И я вот хотел бы попросить вас здесь не обобщать и одно понятие не выдавать за другое понятие. В целом это таким образом мы неправильно интерпретируем и манипулируем ситуации. Манипулировать ситуации не надо. Речь идет о том, что в случае если средство массовой информации например призывает к нарушению призывает к изменению конституционного строя призывает к каким-то беспорядкам призывает и штатисты которые несут угрозу национальной безопасности в таком случае такие лица они должны привлекаться к ответственности в соответствии с законами нашей страны. Никто не может быть выше закона и принцип свободы слова не является обоснованием для того, чтобы грубо нарушать законы нашей страны. Поэтому товарищи мои здесь будем вещи сами называть не надо манипулировать общественным людьям речь идет в лотерзии в учебе если закон будет принят то, что я же говорю речь сейчас идет о нас о журналистах мы не манипулируем в этой ситуации если у вас есть адаптивная точка зрения вы ее можете рассказывать вы можете реприковать вы этим же собственно говоря и мы это в целом и тем же и многие журналисты занимаются тем, что притикуем тем, что ставят вопросы перед правительством перед органом перед парламентом поэтому в этом плане я думаю что сегодня в Казахстане создаются условия для свободной работы средств массовой информации я на что обратил внимание в его выступлении Димаш он не смог сдержать эмоций он говорил достаточно агрессивно причем конкретики в его обвинениях было ноль потому что он не сказал какие именно правонарушения вменяются а затыку я еще раз повторюсь там журналисты работают наши но по строго западным стандартам они вот такой отсебятины как мы с вами себе не позволяют у них вообще могло быть аналитики и побольше кстати говоря но другое дело что сами факты приводимые могут не нравиться которые допустим не освещают другие СМИ вот ваш комментарий к этим огульным на текущий момент в устах спикера Сената обвинениям я думаю здесь эмоции немного взяли вверх возможно спикер это моя так возможно спикер хотел показать решимость но вместе с этим выдал как бы свою предвзятость в этом деле во-первых если есть определенные моменты связанные с нарушением они должны быть юридически правильно оформлены и здесь есть определенные инстанции которые вправе об этом говорить во-вторых эмоциональность на мой взгляд также выражает когда вот серьезно дается поручение со стороны президента есть четко жесткая линия которую должен выдержать режим возможно он и выражается в подобных комментариях поэтому мне кажется здесь задача жесткая не допустить деятельность азотек в том формате который был и используя все попутные возможности связанные с тем что сейчас в Соединенных Штатах бардак их вообще внешняя политика в Центральной Азии какая-то провальная то есть полный отказ от поддержки демократии прав человека и вот на всем этом фоне я думаю они очень хорошо чувствуют что возможно это шанс максимально добиться своих результатов и вот комментарии Шимбаева в этом отношении мне кажется крайне показатель на этой неделе азотек поддержали многие журналисты не только те кто обычно что конечно не может не радовать однако вот некоторые независимые действительно но умеренные я бы так их назвал СМИ меня немножко удивили называя возможные причины закрытия Азотек и они перечисляют следующие громкие расследования этого издания роскошные дома Назарбаевых связь Назарбаева и турецкого бизнесмена Фетаха Таминджи расследование про Даниала Ахметова и его сына Талгата и так далее я вот не могу взять в толк чем расследование про Назарбаева и его клевретов могли так уж помешать нынешней администрации Акурды потому что ей скорее это сейчас на руку кстати вот первые два расследования относятся соответственно к 20 и 21 годам когда бывший президент был еще при всех своих полномочиях и что называется рулил и нынешний президент ему памятники открывал хотя он тогда был действующим да но Назарбаев ничего против азотека не предпринял хотя мог бы да но вот между тем эти умеренные СМИ обходят вниманием другие темы я ни в коем случае не хочу бросать в них камень потому что ну извините меня за кламур у каждого своя толщина тонкого льда вот первые две темы мы с вами уже неделю назад обсуждали я их напомню это вот первая тема которую я считаю триггером вот этих гонений интервью азотеку подполковника с адвокатом 17 января которое уже набрало миллион 200 тысяч просмотров может возникнуть вопрос а почему азотек же 3 января узнал о грядущих отменах активитации но в КНБ это запрос пришел от азотыка 29 декабря так что могли уже меняться информацией вторая тема это вообще тема Кантара и последующих судов поскольку ни одно СМИ так подробно и дотошно не освещало вот эти вопросы и вот то о чем мы с вами еще не говорили расследование от 19 апреля 22 года под заголовком Токаев и его семья что известно о капиталах родственников второго президента здесь уже я не исключаю личный мотив просто он умеет ждать как никто другой и вот это блюдо подано не просто охлажденным а ледяным Димаш вот то расследование позапрошлого года оно может иметь отношение к сегодняшним гонениям на затык или это мои домыслы нет конечно имеются здесь в купе то есть видите а затык заварил как бы такой вот скажем так бульон да где есть разные прикурсоры во первых это коррупция и здесь надо дать должное редакция действует крайне последовательно то есть она не пытается кого-то таргетировать а говорит о проблеме как о системном явлении и в отличие от других СМИ да как бы не направлено только на то чтобы сейчас когда политические условия сложены таким образом чтобы просто говорить плохо или там раскрывать какие-то проблемы связанные с семейной то есть личный мотив здесь прослеживается второй момент личного мотива и одновременно политического это имидж Тукаева расследование Азатыка попытка достучаться до обстоятельств произошедшего в дни января начала то что происходило в Алма-Ате и то что последующим происходило в других регионах пытки свидетельства и так далее и так далее это очень все играло против Тукаева и режима в целом особенно в период когда они испытали шок когда у них был форс-мажор и они пытались максимально и здесь есть масса факторов которые влияло на имидж режим поэтому если мы посмотрим скрупулезно какую работу проделывают журналисты Азатык и особенно это касается работы государственных органов чиновников высших должностных лиц то становится очевидным что это не только с одной стороны проблема имиджевая Тукаева но и в целом проблема достаточно большого количества людей представляющих государство режим точнее поэтому это системная для них проблема которую они решили решить или снизить деятельность Азатыка и тем самым проконтролировать уровень критической информации которая поступает обществу то есть если они добьются своего здесь надо немножко чуть-чуть дальше зайти с учетом их настырности комментариев Лена Шимбаева то это серьезно снизит уровень информированности общества и что в дальнейшем приведет то что я говорил в прошлый раз у вас на программе это приведет к тому что и другие СМИ которые работают в рамках указанных со стороны администрации президента даже не смогут делать репосты или распространять ту информацию которая изначально была расследована или добыта журналистами АЗАТЭК и также надо указать что здесь видите фокус идет именно на журналистов профессиональных журналистов казахстанцев которые работают на АЗАТЭК то есть задача также ограничить их деятельность чтобы они не могли от себя выпускать к примеру именные интервью вести расследования то есть отсутствие аккредитации будет влиять на их деятельность непосредственно и АЗАТЭК уже не сможет выпускать материалы которые идут от непосредственно этих журналистов здесь еще есть такой фактор как здесь и сейчас если посмотрите на информационное пространство вот те боты которые появились у меня на канале и в целом то как пытаются дискредитировать деятельность АЗАТЭК говоря о том что они получают деньги от конгресса США сам феномен одного серьезного медиа которое бы действительно могло вести профессиональную деятельность свою да и информировать должным образом общество то есть если сейчас посмотрите у нас нет серьезных каналов то есть сам рынок абсолютно не развит и причина этому серьезное политическое давление во всех авторитарных странах начиная от Белоруссии там наши все центральноазиатские страны Россия и другие постсоветские страны почему там радиоазотых и настоящее время стали популярными потому что эти рынки медиа искажены в одних доминируют олигархи в других доминирует режим который полностью контролирует потоки информации поэтому говоря о том что АЗАТЭК получает деньги со стороны Конгресса США да не получает но этот феномен для нашего нынешнего уровня развития важен АЗАТЭК не голос Америки это не оголтиловая пропаганда это более профессиональные СМИ поэтому здесь конечно надо проводить эту линию различий все-таки в защиту отечественных у нас сопротивление еще есть но оно в основном аккумулируется в так называемых альтернативных микромедиа а не в больших не на больших порталах каналах и так далее под сопротивлением я имею ввиду обычную журналистику и моих коллег которые работают по общепринятым журналистским правилам то есть оппонируют власти и в завершении темы АЗАТЭКа об инициаторах тех самых поправок про аккредитацию иностранных СМИ которым запретят деятельность если они таковой не получат депутаты Мажелиса Никита Шаталов от партии Аманат и Анас Баккожаев от партии АУИЛ второй депутат это бывший директор карагандинского мясокомбината и он меня здесь интересует в меньшей степени нежели первый а вот молодой до ранней Никита Сергеевич Шаталов ему в этом месяце исполнится только 32 года но уже имеет достаточно богатую биографию он прошел мажорист по списку партии власти а до этого работал в Акимате исполняющем обязанности директора центра мониторинга и анализа управления общественного развития еще раньше главный эксперт КИСИ Казахстанского института стратегических исследований до этого были другие синекуры и вот с 17 по 19 год он был шеф-редактором сайта информбюро я тогда сотрудничал с этим изданием и хорошо запомнил фамилию Шаталов то есть бывший журналист продвигает поправки против своих же коллег еще поддержал Ермурат Баби то есть журналист которого вы знаете не менее хорошо и в своем посте на казахском языке если я не ошибаюсь возможно был на русском но суть такова то что надо как бы быть благодарными Тукаеву за то что они вот хоть так меняют иначе они как бы обидятся и еще больше ощетиниться с более позорного поста журналиста который в свое время подвергался притеснениям ЧИО медиа подвергалась притеснениям и не вышло с уровня просто небольшой газеты серьезно надо было бы задуматься о последствиях подобных действий и подобных законодательных изменений ну и в целом Баби Шаталов это просто говорящие головы режим все надо понимать потому что это как бы та же назарбаевская практика когда вы используете своих людей которые вам лояльны обязаны своими постами для того чтобы они проговаривали непопулярные вещи начиная от продления сроков президентства разными конституционными инициативами и подобными законодательными инициативами направленными на ограничения все ради того чтобы слова не были проговорены самим президентом на этой неделе казахстанское медиаполе потревожил бывший городничий Алматы Виктор Вячеславович Рапунов сначала у него был ролик от 29 января через некоторое время мне вновь звонит Булат Утимуратов и говорит что хозяин сказал что все мы Нуркодилова будем кончать вы прекратите разговаривать с ним на эту тему я спросил как это кончать он извинился вы кончаете с ним переговоры то есть он проговорился что хозяин ему сказал будем кончать Нуркодилова и он мне это ляпнул не подумав речь речь у Виктора Храпунова идет скорее всего о конце весны начале лета 2004 года когда Храпунов еще занимал пост Акима а до убийства Нуркодилова оставалось почти полтора года 31 января на канале Ельмедиа вышло видео с обложкой Булат Абилов двоеточие Храпунов лжет у Тимуратов не замешан я не стал бы доверять словам Виктора Храпунова почему во первых он сам Акимом был 7 лет тотальная коррупция процветала при нем я знаю от доверенных лиц что ему разрешили выехать он где-то оставил часть условно там 100 миллионов долларов оставил 200 или 300 вывез если говорить о возврате капиталов то нужно начинать с Виктора Храпунова тоже в том числе чтобы он вернул деньги Виктор Вячеславович верните деньги он не будет Виктору Храпунову по телефону говорить для у Тимуратова доверенного лица Назарбаева Виктор Вячеславович где-то там в конце списка мы слушали прослушки этого рахатали вы заметили как он очень аккуратно осторожно говорит во всех прослушках у Тимуратов не допускает себе вольности да 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 он контролирует он контролирует свой извиняюсь разговор как говорит молодежь базар не будет Храпунову говорить ты знаешь вот такая ситуация кончать я вынужден кто для него Храпунов зачем он нам это будет говорить это полный бред а в выпуске от 1 февраля Храпунов рассказал совершенно на мой взгляд фантастическую историю которую я вообще в первый раз слышал правда Виктор Вячеславович передает его со слов Нуркодилова Насултан Насултан Назарбаев предложил что три человека первый это Насултан Абишевич второй это Марат Аспанов третий Заманбек Нуркодилов это те лица которые по предложению Насултана Назарбаева будут друг друга сменять на посту президента нашей страны и Заманбек Колобавич сказал это продвижение вперед не просто узурпация власти положим одного президента а это будет сменяемость президентов но в каких-то рамках которые будут обеспечивать соответствующее продвижение Казахстана к лучшему вот такая президентская карусель якобы Назарбаев придумал себе конкурентов а потом по версии Храпунова обоих устранил если конечно я его правильно понял а вы как к этим роликам отнеслись естественно репутация у человека подночена особенно связанная с периодом работы на Назарбаева с коррупцией которая была в городе но здесь мне кажется обратить стоит внимание на другое в некоторых словах Храпунова когда он описывает тот период есть схожие моменты не знаю говорил ли вам я нет был тоже период когда Нуркадилов выходил своими заявлениями и у меня на тот период была возможность я тогда еще студентом был но я был находился с ним когда и помогало мне некоторые его заявления корректировать когда он выпускал против Назарбаева да это 2005 год потом был период когда и со слов Храпунова это подтверждается когда Нуркадилов пошел на первомайский митинг вернее это было празднование на площади в Алма-Ате я тоже подтверждаю информацию о том что Нуркадилов вышел и тогда перед своим выходом на площадь он сказал что ему нужно бронесчет чтобы его поддержали потому что он знал что возможно у него нападут и вот тот случай когда охранник Назарбаева хотел ударить Нуркадилова но под удар попал один из приближенных Нуркадилова это тоже подтверждается на тот период потом был период когда Нуркадилов прекратил свою критику и как мне сказали тогда я еще плохо в этом во всем разбирался что это такой период когда его подвесили то есть ждут смотрят сорвется не сорвется и так далее ну и потом выборы президента когда основным соперником стал Жармахан Тойгбай и вот в канун этих выборов произошло убийство Нуркадилова я тогда как раз работал на миссию в ВСЕ это моя первая миссия была в Казахстане ассистентом политического аналитика и этот кейс естественно мы его тоже разбирали всю информацию собирали и тогда люди гадали выгодно не выгодно не было Назарбаев сейчас глядя на все это что мы можем сказать что во-первых как я уже сказал Токаев сам актуализировал тему политических убийств периода Назарбаева если помните сын Нуркадилова еще до парламентских выборов вышел с инициативой о пересмотре дела и обратился в генеральную прокуратуру я так полагаю на тот момент это был важный ход чтобы обозначить в медийном пространстве что да такая возможность есть но этому ход не дали и сейчас когда мы видим это снова будируется в информационном пространстве то появляются люди которые так или иначе были связаны с этим процессом на разных должностях и будучи не в ладах с самим Токаевым и с Назарбаевым в том числе дают свою версию и теперь я думаю так Крапунов попытался своего рода пойти с этой информацией и теперь показать что ход на стороне Токаева что недостаточно просто спекулировать этой информацией важно начать серьезное расследование я думаю задача Крапунова также заключалась в том чтобы обозначить определенные имена которые могут быть причастны или владели информацией поэтому я так полагаю он указал на Тимуратова и полагаю именно поняв или проследив эту информацию в дальнейшем пошло пошло интервью Влада Билова где он эту информацию опроверг я не беру судить кто из них прав и кто нет я лишь буду говорить с позиции гражданин нам мы знаем факт политических убийств и со стороны общества естественно есть запрос на то чтобы эти расследования произошли несмотря на года которые сильно изменили политическую распадку в стране это необходимо сделать сделает ли это Тукаев я сомневаюсь я вам говорил уже что полное раскрытие деятельности султана Назарбаева несомненно прольет свет и на других участников которые были со стороны альгертического окружения и со стороны соратников Назарбаева и никому это сильно сейчас не выгодно в четверг произошла тихая сенсация уже помятый нами спикер сената Маулен Ашембаев озвучил шокирующую меня во всяком случае новость казахстанские школьники по читательской грамотности отстают от своих сверстников в странах организации экономического сотрудничества и развития ОСР на три года цитирую вроде бы безобидная категория читательская грамотность в то же время показывает системные проблемы показывает что сегодня дети больше вовлечены в социальные сети поворот интересный как будто в других странах ОСР социальных сетей нет и тут же как будто на уровне рефлекса Маулен Ашимбаев сказал о необходимости принятия специальной программы по повышению читательской грамотности а то как жить школьники без спецпрограммы государственной ее повысят Димаш как бы в контрапункт вот этой новости министр цифровизации Багдад Мусин заявил о том что нам нужно развивать собственный казахоязычный искусственный интеллект и вообще вот увлечение искусственным интеллектом на фоне отставания школьников на три года ну не в развитии хотя бы в читательской грамотности как это все между собой коррелируется о том что нет системного подхода как и в случае раздачи денег вместо того чтобы вкладывать в инфраструктуру и повышать реальные доходы населения и помогать ему скажем так получать сервис более высокого уровня даже за счет таких небольших дотаций и поддержки мы видим здесь тот же принцип тот же алгоритм проблема низкой грамотности в том что во-первых коррумпирована система то есть сложно предоставить качественный сервис когда у вас коррупция на центральном и на местном уровне полностью поглотила государственные органы второй момент сама система образования нет достаточно серьезного устойчивого подхода с одной стороны казалось бы режим не менялся и есть определенная политическая преемственность в которой нет демократии где каждые 4 года могут сменяться правительство то здесь этого нет и даже в этих условиях программы принимаются но они не доводятся до конца они плохо проработаны они не отражают потребности общества и так далее современного подхода и третья проблема это конечно политическая цензура грамотность грамотность общества она все-таки с одной стороны зависит от хорошей системы образования но с другой стороны от того насколько хорошо развит рынок если у вас постепенно увеличатся рабочие места у вас есть потребность квалифицированной рабочей силы и ваша система образования встроена таким образом чтобы удовлетворять этот спрос то у вас и соответственно все выстраивается в некую единую линию то как она работает в Южной Корее то как она работает в Японии такие вот хорошие примеры взять другие страны скандинавские страны то здесь нужен системный подход и конечно это не вопрос социальных сетей сегодня социальные сети если иметь какое-то свое влияние это как бы попутный ущерб и он абсолютно не является причиной неграмотности населения если посмотрите на то как выступают представители режима начиная от депутатов заканчивая акимами и так далее и президентом и его администрацией мы же не видим что люди обладают хорошими качествами публичной дискуссии люди не обладают хорошими качествами коммуникации с обществом и вот этот вот некий ниже среднего уровень начиная от государства и заканчивая теми кто непосредственно этот сервер представляет в системе образования он как бы характерен и отражает общую болезнь страны поэтому если действительно в сенате озабоченные в администрации озабоченные повышением качества образования и подготовленности скольников они должны полностью изменить систему образования сделать во-первых не коррумпированной во-вторых отражать потребности населения чтобы она помогала людям обрести критическое знание а не стать винтиками или послушными членами общества убрать весь этот бред про рухани жан-гору про патриотизм и так далее патриотизм должен базироваться на четком интересе то что каждый школьник когда он растет он понимает что его государство не обкрадывает то что за налоги он получает достойный сервис а что учителя в школе они друзья они надзиратели и они помогают этому человеку взрослеть и открывать его картину мира и у него появляется интерес изучать что-то и потому что он понимает последствия этого труда когда он становится высокооплачен квалифицированным специалистом вот всех эти переменные надо уметь соединить это задача правительства ну ладно мы видим что они я так думаю в меньшей степени вообще этим озабочены поскольку еще нет ну нет масса всего начиная от того как распределяются обязанности между местным и центральным правительством и вот заканчивая всеми этими вещами кстати ОСР в этом отношении очень хорошо рекомендации дает но вот эти рекомендации надо исполнять вроде бы Токаев свой совет ввел одного представителя не ОСР а человека который работает взаимодействует с ОСР но результата мало система сама как бы не способствует тому чтобы более рациональные радумные решения при ненависти Димаш спасибо на этом сегодняшний обзор недели закончен до следующего спасибо вам всего доброго а вы уважаемые зрители и слушатели подпишитесь на телеграм-канал Альжанов на фейсбук и инстаграм Димаша все ссылки оставлю внизу в описании к этому ролику конечно подпишитесь на канал гиперболей нажимайте на колокольчик будете всегда получать уведомления о каждом нашем новом выпуске ставьте лайки пишите комменты размещайте ссылки на это видео в своих социальных сетях группах чатах мессенджерах и пабликах и всегда в конце каждого выпуска я выражаю вам искреннюю признательность за поддержку канала Кобкоп Ахмет огромное всем спасибо Безбергемиз мы делаем гиперболей вместе проще всего послать донат через QR-код в углу вашего монитора а также на номер телефона и номера банковской карт Халык и Каспий Голд зарубежные подписчики нас поддерживают по системе международных переводов PayPal все ссылки номера реквизиты вы увидите внизу в описании к этому ролику традиционная программа Безбергемиз выйдет не в предельник а во вторник на этом я с вами ненадолго прощаюсь Сау Боленс Дар А ну давай давай скорей оцени новый выпуск на Гиперборей Гри-Гри-Гри Гиперборей Гри-Гри-Гри Это супер!